Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если заполнение 50% на постоянном токе может меньше, ну может и не меньше, а на постоянном токе меньше потерь, чем если, например, на заполнение 0, то есть скважинность, если 10%, то будет потерь больше, чем если будет 50%, а если постоянный ток еще меньше потерь будет. Обычно обратоходы как используют сдвоенный диод, и вообще его мощность около 20 ампер, если не ошибаюсь, или 40 ампер, или 50 может даже. И при токе 5 ампер происходит потеря энергии, где-то 5 ватт. Поэтому, если 12 вольт на выходе выходного напряжения, и такой диод поставить, то при токе 5 ампер получится 60 ватт. Минус 5 ватт будет 55 ватт. 55 делить на 60. Вот уже 0,91% будет КПД из-за одного вот этого диода, потеря на диоде. Уже все остальное, вот как хорошо сделаешь, уже будет такой КПД. Если 24 вольта и 5 ампер, то 120 ватт. Теперь 115 делить на 120. 0,96 уже КПД выше. То есть, ну нельзя бесконечно поднимать напряжение, потому что тело тогда может не выдержать пробиться. Потому что вторичная обмотка на обратоходовых преобразователях всегда мотает больше витков, чем по трансформации. Например, если 220 вольт, 300 вольт и 30 вольт. Так, по идее, если на одном 300 витков, а там как бы 30 витков, так там будет не 30 витков, а где-то может 40-60. Чтоб лучше как бы эти импульсы впитались в конденсатор потом. На пульной схеме использует диоды щетки. Например, на 12 вольт использует 45 вольт диоды. Там, кажется, уже где-то 40 ампер, не помню точно. И у них падение напряжения где-то 0,4-0,5 вольт. Так, и у них где-то в 2 раза меньше. 5 ампер на 0,5 вольт, будет 2,5 ватт, то есть в 2 раза меньше потери пойдет на пушпульной схеме уже на диодах. Вот как можно сделать однотактную схему. Продолжение следует... 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 мощнее транзистор брать. Например, у меня стоят RF640 на пушпуле, а иногда один транзистор использую. И у них сопротивление 15 Ом. Например, и они 200 В. У них там стоит внутри диод еще. Тоже в эту сторону он пропускает, как обычный диод. Если тут подать плюс, а тут минус, так он пропустит. Есть RF840, у них сопротивление 0,8 где-то, что-то такое. И они на 600 В. Так они очень слабые. Если использовать 24 В, они уже на 5 А очень сильно начнут греться и потери большие происходить. Поэтому даже вот эти RF640 при 5 А уже начинают тоже немало потерь происходить на них. Вот. Посчитаем, сколько Ватт уходит на потерь при 5 А. Какой ток? А, итог 5 А. Какое напряжение? Олигу равно 0,15, умножить на 5, умножить на 75 В пойдет потери и умножить на 5 пойдет 30,75 Ватт. Может, не столько уж и много. Это, наверное, когда драйвер тут уже на 15 В, чтобы затвор заряжался, нужно, чтобы максимально его все использовать возможности. Еще посмотрю, или действительно такое сопротивление. Несколько из производителей, попробую посмотреть. Вот, 0,15 Ом. Даже типично 0,102 Ом. Это максимально. Когда, вот, и дрейн равно 11 А, и в Гейтсорсе 10 В. Когда ток стока 11 А, и на затворе и стоке напряжения 10 В. Вот, очень хорошо. Очень малая потеря, поскольку. А если тут 15 В будет, то, может, еще меньше будет. Теперь почитаем при 5 А, сколько тут потерь будет. 3,75 В. Ватт. Ватт. Если 24 В и 5 А, так это немного потерь. Это 120 В, а тут какие-то 4 В. Чуть. Почти 4 В. А вот, если 10 А, так вот, будет не в 2 раза больше, не в 3 на 3, там, ну, 4, не в 8 В будет, а будет в 4 раза больше, если не ошибаюсь. И спокойно. Всё. Уваж 미래. И теперь 5 А, так workspace, у до конца 2 Оhir. Вот 15, уже в 4 раза больше, вот теперь будет 15 ватт. И если 10 ампер и 24 вольта, это 240 ватт. КПД уже будет 0,93, уже вот столько-то пойдет на потери. Плюс еще советую вот тут поставить параллельно этому, который строен диод. Еще поставить другой диод помощнее. Поставить с резистором, тут вот транзистор на 200 вольт, поставить диод на 50 вольт. Резистор, то есть диод какой-нибудь на 50 вольт мощный, на 10, на 20 ампер. Ну или на 3 ампера, там, в параллели тех, там, по 3 в параллель. Потом еще резистор, каких? 100 Ом. И параллельно ему конденсатор, там, каких? Так. Может, 100 нанфарад. Может, 100 нанфарад. Конденсатор мгновенно все впитает. И потом медленно этот импульс разрядит на резистор. Резистор должен каких-то? 2 ватт быть или 5 может. Таким образом, сберегется транзистор на 50 вольт диод. Сберегется транзистор, и его диод не будет внутренне греться. А так они греются очень сильно. Я подозреваю, что из-за того, что греются делают от выбросов. Потому что, посчитав, там 3 ватта происходит, 3-4 ватта потерь. Но греются, бывает так сильно. 3,6 ампер. Вот, на одном транзисторе. Вот, некоторые ставят по шпуле. RFP-260. Мопри. Затвор из топ 10 вольт. Сопротивление 0,55 Ом. Ну, насколько на нем идет потерь, посчитаю. Сколько потерь произойдет при токе 5 ампер. 1,375 ватт. А при 10 ампер умножить на 4, 5 ватт. А если при 5 ампер, то хватает и 24 вольта использовать, то хватает и RF-640. Вообще-то, по идее, RF-540 можно было бы. Но что-то они у меня на пушкуле иногда бывают, что сгорают как-то быстро. Поэтому. Вот 0,075 Ом. Поэтому я их не ставлю. И они на трансформаторы Tesla, когда я их качаю на 500 кГц, тоже очень мгновенно сгорают почему-то. Важно, эти высоковольтные выбросы пробивают быстрый диод. и если их качаю на 500. И если их качаю на 500, то это будет максимально сгибаться. И если их качаю на 500, то они будут зарабатывать. 4-5 ватт произойдёт потеря при 8 ампер, ну и если 3 ампера будет? Даже 1 ватта не будет. При 6 ампера уже будет 2,7 ватт. При 12, 11 ватт. Вот скорость сравнил ИРФ 540 и ИРФ 640. Сколько будет времени ждать, он пока откроется. Это можно не смотреть. Потом увеличение времени 44 на секунду. Это вот какие параметры были, когда измерялось это. Регейт Р затвора, то есть резистор в затворе был 9,1 Ом. Резистор на стоке был 2,9 Ом. Это не важно. Ну, важно. При таких вот параметрах Тока. Стока. Стока был 17 ампер. И напряжение было 50 вольт. 50 за... Ладно. Потом. Турн офф дилайн тайм. Это тоже сколько времени пока уже сигнал подпадан. Закрыться он еще не закрылся. Это не важно. И падение фронта 43 на секунду. Вот эти два параметра нужно посмотреть. 44 и 43. О. И рыв. 640. О. И рыв. 640 он намного быстрее. Включение 19 нс. И падение 5,5 нс. И вот. А, но тут зато... То есть... Сопротивление затвора не 9 Ом как там, а 2,5 Ом. Но тут сопротивление намного ниже. Поэтому понятно, что скорость быстрее. Поэтому только лишь на эти смотреть параметры это неправильно. Нужно смотреть на это вот тоже. Какое сопротивление затвора. И вот емкость. Все как бы очень на ней побешены. Все смотрят эту емкость. Там много надежд на нее кладут. Вот 1160 пФ. Вот это что-то я не знаю. Тут наверное какие-то... Вот эти емкости какие-то. Вот это как бы главное считается. Насколько я понимаю. А тут... Вот... Этого... РФП-260. Вот тут какие трон таймеры. Емкость в затворе. То есть резистор в затворе 3,3 Ом. Вот какие параметры. 120 нанасекунд и 90-40 нанасекунд. И вот какая емкость большая у него. 500 тысяч. А у этого... 1700. А тут 1100. А у этого поменьше емкость. Все-таки он не просто так. Он у меня хорошо работал. Потому что емкость может поменьше. Это не потому. Потому что для пушпула там скорость хватает. Все-таки он как-то ток наверное может побольше дать. Так что если потребление 3 ампера пушпула, то нет смысла ставить такие дорогие диоды ИРФП-260. Вот еще замерим при 3 ампера сколько ИРФ 60-40 будет. Какая у них... Сколько Ватт идет на тепло. На потерь. Это узнали какое напряжение и умножим напряжение на ток. Будет 1,35 Ватт. Мелочь. Поэтому... Если пушпул 3 ампера потребляет, то переработит. Например... Если кто-то делает и вот он... Вот такую мощность, то хватит таких транзисторов. С таким сопротивлением 0,15 Ом. Если напряжение там 24 Вольта, то это небольшая потеря. Ну давай посмотрим какой КПД. 24. Ну... 24. 24. Ну вот КПД 0,95. Ну не такой уж маленький, но все равно достаточно высокий. И можно там не очень переживать. А тем более, это же 3 ампера мы считали, когда на одном транзисторе. Там же их два транзистора, поэтому там вдвое не так будут. Вот если на дно, то будут потери побольше намного. Потому что это он не в линейном, не постоянно включен. Такое сопротивление. Пропускает скважинностью там 50-45%. Поэтому потери в 2 раза еще удвоится, по-моему. А вот для двух транзисторов это вот будет вот столько. А для... Да, все правильно. Для двух транзисторов, для PushPool такая формула подходит. Но там на самом деле 45% скважинность еще на переключение подходит. Поэтому будет где-то не 96%, а где-то 94% может быть. 93%. Но все равно это. Можно сказать, не страшно. Там... Там... Три ватта. Ой, то есть один ватт. Вот для 5 ампер, если вот на тактом режиме там делать, тогда уже... это не очень подходит. Это не очень подходит. Видите? Тут вроде бы тоже 0.15. Первый. Это я смотрел, какие транзисторы используют для сварочных инверторов. Поэтому везде используют и ГБТ транзисторы. «Алель». Три ватта. «Алель». Три ватта. Поэтому Вот так ново будет, если 0.1 на 0. Ну, так как вот когда включается бушбол или прямоходовик, то напряжение вот такое, прямоугольником идёт, а ток, если без нагрузки, то идёт. Вот так, то есть линейно поднимается. А если с нагрузкой, то вот так. Ну, не знаю, может не так, может атаки немножко, атаки не так на клон. Ну, поэтому тут, когда есть перепады токов, это не хорошо, тогда труднее считать. Тогда больше общая потеря будет, лучше был бы средний ток, постоянный, тогда меньше потерь будет. Будем считать, что он примерно вот такой равный ток, как и напряжение вот такое. Иначе невозможно посчитать. Так вот, если 5 ампер ток от потребления, от питания, то сперва нужно считать, что тут 10 ампер, потому что и 50% скважинность, потому что тут только одна половинка периода. Так умножить на 10, получив напряжение, 1 вольт пойдёт, и умножить на 10, пойдёт 10 ватт. Вот уже приличная энергия. И теперь поделить на 2, потому что это только в одном полупериоде, а в другой отдыхает, это 10 ватт нет. Будет 5 ампер, то есть 5 ватт. Опять ватт на потере уйдёт. А если... Вот если бы был постоянный ток, то пропустить через резистор... Постоянный ток, то 5 ампер, пропустить через сопротивление 0,1 Ом, то получилось бы 0,25 Ватт. А когда одна так напропускаешь, получается... Ой, не вольт, а ватт... Получается 0,25 Ватт... Сколько там? 2,5 Ватт. Прямоугольниками с 50% скважинности пропускать, то получается уже 5 Ватт на потере. Поэтому это уже не столько и мало. Вот если на 24 Ватт или на 8 20 Ватт, и 5 Ватт на потере уходит. 20 Ватт на 5 Ампер, это 100 Ватт. 95 ватт на 100 Ватт будет кпд 0,95%. То есть уже не так уж и мало на потере уйдет на нагрев транзистора энергии. Но там уже тоже не так уж и страшно. Хоть даже и на однотактном. А вот если 10 Ампер будет, будет 1 Ватт положить на 10. А, нет, тогда нужно считать, что 20 Ампер в среднем идет. 0,5 Ватт на 1 умножить на 20 Ампер. Равно 2 Ватт. Падение умножить на 20. 40 Ватт уже потерь пойдет. И это, так как в этом полпериоде, то делить еще на 2, будем 20 Ватт. Но тут уже серьезные потери будут. Если будет 10 Ампер потребления на одном полупериоде, качать какой-нибудь пошпул, ну не пошпул, какой-то прямоходовик, или там трансформатор Тесла качательный, и РФ640 в транзисторе, который у вас сопротивление около 0,1 Ом. И 20 Ватт. 24 Вольта умножить на 10 Ампер. 240 Ватт. 220 Ватт. Делить на 240, какой-то подобный. Вот уже 0,91-92%. Уже не так мало потерь идет на нагрев транзистора. Почти 10% идет. Но так как, если, я так и заметил, где-то если еще до 3-4 Ампера потребляют, тогда транзистор еще так не очень греется, на однотактном. Еще все так более-менее нормально. А когда уже начинает заходить за 5 Ампер, уже очень сильно начинает греться. Уже чувствуется, что там хорошая мощность уходит в пустую на нагрев. Поэтому, думаю, для таких вещей, что когда будет, например, для трансформатора Тесла, что когда там за 5 Ампер заходит, то нужно применить и RF540 или для пуш-пула, может. Но только надо вот этот диод прикупить на 5,50 Вольт. Я хотел купить, но у меня не было. Такого диода мощного каких-то хотя бы 10 Ампер, чтобы внутренний диод не грел. А то может пробивается внутренний диод и потом транзистор сгорает. А то я этих RF540 очень много попалил. Ну и RF640 тоже немало, когда делал трансформатор Тесла на 500 кГц. Там от блока питания 27 Вольт питал. И когда кручу-кручу к резонансу, сперва там где-то 1-2 Ампера потребляет. Когда к резонансу доходит, где-то так начинает быстро потом вырастать до 5 Ампер. И все, и сгорает транзистор. Потом проверяешь, там короткое замыкание, там где-то 0-1 Ом, или там 1 Ом, между затворами и истоками. Значит он сгорел, можно его выкидывать. И вот таких RF640 много спалил. И RF540. совсем сразу, очень быстро вылет, сгорали. И RF640 вот только сгорали, когда за 5 Ампер 27 Вольт заходило. И потом уже, там на самом деле, там он бы и на 10 Ампер, если бы не сгорел, бы дошел, потому что при резонансе там так сильно ток растет. Поэтому, потом я снизил напряжение до 20 Вольт, чтоб уже не сгорело. И блок питания поставил, который засчитал где-то на 8 Ампер. А то у того была там засчитана и в 10 Ампер и 27 Вольт. там вообще-то он такой-то вот, там не удивительно, что он сгорел. Потом уже на том уже не сгорел, когда там где-то 6 Ампер бывало. Олда-трансформатор Тесла потреблял. Утреблял уже не горел тренистр. И RF640. Может уже бы и 540 не горел, но не знаю. Утреблял. Шутки очень быстрые. Поэтому на плэшпульной схеме, если делать или на полумасте преобразовать на 220 Вольта на 24 Вольта, можно выше КПД получать. Хотя я вообще удивлен, как мой блок питания на 24 Вольта и на 10 Ампер там дотягивает, как он так выдерживает. Он там по братоходовой схеме сделает. Такие габариты маленькие его. На братоходовике намного меньше деталей. Это как бы заманивает. На пушпульной схеме там используют транзисторы биполярные. Там еще трансформаторы для управления ими. На этом может потерь много. Если бы полевые, там бы меньше. Но видимо им жалко на транзисторы деньги тратить на полевые. А на ИРФ 8040, когда пробовал, тут видимо очень большевое сопротивление. Как когда трансформатор Тесла запускал 27 Вольт, так он там до 5 Ампер, где-то до 5 Ампер, не доходил. Он грелся очень сильно конечно, но не сгорало. Потому что он как бы сам как резистор использовал и не мог всю мощность скачать. Мощно не мог раскачать. Когда вставил ИРФ 640, тогда сразу поле очень сильно усилилось. Очень все улучшилось. И потребление выросло. Потом эти для пушпулы не подходят. 5 Ватт это такие приличные потери, я бы сказал. перитоки 5 Ампер. Поэтому если на такт накачать, то лучше что-то придумать по-другому. Использовать транзистор другой. Этот самый ИРФ 540. Многие говорят, что нужен зазор там, чтобы насыщение не входило. на однотактном. Можно и без зазора, я думаю, там ничего не случится. Я качал на однотактном, там ничего особо такого нет. просто надо на однотактном, там нужно транзистор усилить. Может даже не в два, а в четыре раза. Потому что средний ток в четыре раза. В общем, потери при увеличении тока в два раза потери растут в четыре раза. Вот еще хочу посмотреть ТЦ 44-22 или как 20 драйвера. Какие его характеристики? Такой ток может выдать. Какой ток может выдать? Вот, rising fall times 25 наносекунду. Это вроде бы очень хорошо. вот может гайка по сети вело драйв как убилить может до 10 тысяч пикофарад емкость управлять у ERFP какая емкость 50000-2000 пикофарад что там еще шорт дилайн тайм ноты задержки времени ноты не так важно 2,5 Ом выходное сопротивление вот тут на полевых транзисторах полярных отказались вот вырастание время типично 25 секунда падение время 25 секунда ну это задержка время сколько они там ток какой у него 6 ампер пик может выдать а тут вроде бы какая-то еще защита есть может если долго большой ток тогда начинает в защиту уходить вот обычно ставят затвор но если хотят очень быстро и закрытие открытие то ставят 2,2 Ом резистор посмотрим если какой начальный ток бывает если 2,2 Ом допустим напряжение 15 вольт идет на затвор так ток равен 15 делить на 2,2 Ом ну как раз 6 ампер ну этот драйвер немножко не потянет такой ток и сам вроде бы имеет 2,2 Ом а output как резистанция output резистанция output резистанция типично 2,1 Ом ну это будет уже 4 на самом деле 15 делить на 4 грубо будет 3 ампера а пиковый ток а ну более важно это задний фронт а не передний ну если для пушпула например если не учитывать никакие там что нужно нужно там гарматики какие-то создать от переднего фронта тогда задний фронт что потому что на заднем фронте будет больше ток чем на переднем от транзистора пропускаться на стоке ну допустим если 12 вольт как я использую 12 вольт везде для питания затворов стабилизаторы на 12 вольт ставлю делить допустим на 2,2 ампера на 2,2 Ома то есть 5 ампер уже получать уже посильный ток в общем такой драйвер насколько я вижу хорошо справляется со своей задачей а вот все кончено все кончено все кончено то есть